Приветствую! Меня зовут Александр Беспалов, и вы смотрите еженедельный дайджест новостей мировых финансов. Подписывайтесь на канал Беспалов Финанс, чтобы не пропустить новые ролики, оставаться в курсе последних событий и не совершать ошибок. Сегодня в выпуске поговорим об очередном пакете санкций от Евросоюза против России, об изменении налоговой политики в Российской Федерации, о том, как Италия упрощает процедуру получения Блюкарт и про новое отношение Турции к криптовалютам. Евросоюз принял очередной 14-й пакет санкций против России, что очень важно понимать. С каждым новым пакетом санкций и Евросоюз, и США, и другие их сателлиты сейчас стараются сделать так, чтобы сложнее было в первую очередь проводить какие-то платежи. Они, конечно, позиционируют это как противодействие военно-промышленному комплексу, но по факту это касается всех пользователей и частных лиц и бизнесменов-предпринимателей, независимо от сферы их деятельности. Что сейчас важно знать по последнему пакету санкций? Во-первых, санкции продолжают накладывать против СПФС. Это такой российский аналог SWIFT, который позволял проводить платежи, в том числе в национальных валютах, например, в рублях, в ларе, в киргизских сомах и, конечно, в юане. Как это затрагивает нас с вами? Еще хуже начинают ходить платежи. То есть даже в рублях зарубежные банки из России все сложнее проводят переводы. Непосредственно после принятия вот этого пакета санкций множество банков приостановили даже рублевое взаимодействие с российскими платежными системами, но, правда, достаточно быстро переиграли свои механизмы, посмотрели, как это их касается, и большинство пока что возобновило проведение платежей в рублях. Тем не менее, с каждым новым таким шагом какое-то количество банков-партнеров российских даже в дружественных странах отваливаются и перестают принимать платежи из России либо проводить в Россию, независимо от назначения таких платежей. Будьте внимательны, всегда изучайте возможность проведения платежей непосредственно вашим банкам в какие-то дружественные банки и платежные системы и обращайтесь за консультациями, поскольку все равно гайки закручивают, но все тем или иным образом работают и ищут новые способы перемещения денег через границу. Налоговая служба Российской Федерации опубликовала новые формы уведомления о наличии зарубежных счетов. Обратите внимание, что сейчас уже только по новым формам можно будет уведомлять о том, что вы открыли счет за рубежом. Также хочу напомнить, что вы обязаны это сделать по закону, если вы являетесь налоговым резидентом Российской Федерации. То есть, если вы больше 183 дней живете в России, не теряли статус налогового резидента, то вы обязаны уведомить налоговую о том, что у вас появились счета за рубежом. А также раз в год, если у вас больше 600 тысяч рублей прошло по счету или остатки более 600 тысяч рублей, вы также должны еще отчитываться по движению средств и по операциям, которые вы с этого счета производили. Будьте внимательны, штрафы за неуведомления об открытии счета достаточно небольшие, а вот штрафы за неправильные валютные операции по валютному законодательству России могут достигать 30 процентов от непосредственно совершенной операции. Согласитесь, достаточно болезненно, если вы ошибетесь. Обращайтесь за налоговыми и финансовыми консультациями в Беспалофинанс или просто к хорошим консультантам, но, главное, не совершайте ошибок. Еще одно важное изменение. ФНС России собирается ввести автоматическое определение налогового резидентства с 2025 года. Как это будет работать? Если сейчас фактически вы сами должны уведомить налоговую и приложить необходимые документы о том, что вы потеряли статус резидента и она не отслеживает ваше перемещение реальное через границу, то с 2025 года грозятся автоматизировать все эти процессы и непосредственно от таможенной службы получать информацию о ваших поездках за рубеж. Таким образом ФНС будет оперативно знать, сколько времени вы провели вне Российской Федерации. Если таких дней будет более чем половина в году, вы автоматически потеряете статус налогового резидента. Чем это грозит? Это важно понимать, что для нерезидентов налоговых другие ставки налогообложения по доходам, полученным внутри России. Поэтому проконсультируйтесь со своим налоговым консультантом, либо обратитесь к нам, подскажем, как это все правильно посчитать и каким образом не попасть под ограничения, либо под увеличение налогов в России. Россия и США приостановили часть положений по соглашению об избежании двойного налогообложения. Эта новость облетела в СМИ, а мы хотим дать лишь короткий комментарий. Не все так плохо, как кажется. Определенные статьи данного соглашения по-прежнему действуют, и по мнению большинства экспертов и налоговых консультантов, по-прежнему двойные налоги не нужно будет платить, то есть вы можете зачитывать те налоги, которые оплатили в США для России, и наоборот. Таким образом не нужно вестись на громкие заголовки в СМИ, лучше пообщаться с налоговым консультантом, изучить внимательнее документы, главное грамотно считать свои налоги и платить то, что нужно, а то, что не нужно, конечно же, не платить. Напоминаю также, что при правильном подходе можно достаточно сильно оптимизировать свою налогооблагаемую базу, в том числе используя зарубежные ресурсы, обращайтесь, подскажем и поможем. Италия упрощает процедуру получения так называемой «блю карт» — «голубой карты» Евросоюза. В частности, упрощаются процедуры для работодателей. Напомню, что «блю карт» — это такая некая рабочая виза ОНЖ, которая действует на территории всего Евросоюза. По сути, это ВНЖ, которая позволяет там жить, работать, заниматься другой деятельностью. Очень интересный продукт, так скажем, юридический. Многие страны сейчас облегчают процедуру для высококвалифицированных специалистов получения данных документов. Италия не отстает от этого процесса, она также заинтересована в высококвалифицированных работниках и облегчает им жизнь путем упрощения юридических процедур, ведущих к ВНЖ. Обращайтесь. Напомню, что «беспалов финанс» работает по программе «блю карт» во многих странах Евросоюза, в том числе, например, в Болгарии, в которой можно получить сразу пятилетний «блю карт» по трудовому контракту, достаточно несложный и всего за несколько месяцев. Открывайте для себя границы и путешествуйте по Шенгену, как раньше. И напоследок поговорим немножко о нашей любимой Турции, такой дружественной условно стране, которая в определенный момент очень сильно закрутила как раз гайки по ВНЖ, перестала выдавать туристические ВНЖ и в целом усложнила процедуры. И потом в какой-то момент спохватилась, так как большое количество специалистов и в целом путешественников уехало из Турции. Правительство пересмотрело программы, возобновило частично выдачу туристических ВНЖ, внедрило ВНЖ цифрового кочевника и еще ряд других. Но самое интересное, что сейчас произошло, это то, что криптовалюты вывели из налогооблагаемой базы. То есть операции с криптовалютами, в частности по приросту капитала, вы, допустим, поторговали, получили прибыль, у вас увеличился капитал от криптовалют, и таким образом вы сейчас не будете ничего платить в Турции. Согласитесь, для тех, кто использует криптовалюту для активной торговли или просто даже хранит с целью увеличения капитала за счет ожиданий будущих прибылей, это, конечно, достаточно интересно. Если вы станете резидентом Турции, будете использовать ее криптовалютные биржи, то таким образом вы сможете показать вот этот прирост капитала, доход, но при этом заплатить 0% налогов. Достаточно интересный механизм, будем следить, как это будет в реальной практике применяться. На этом сегодня все, с вами был Александр Беспалов. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте оставлять комментарии, свои лайки, и, конечно, вписать нам в личные сообщения. С удовольствием пообщаемся с вами по всем юридическим и финансовым вопросам. До новых встреч!